Приветствую вас, принято все честно, прочитав ваш вопрос, ваше письмо, я не знаю, не понимаю, зачем вам этот мужчина, но, судя по всему, он вас устраивает, раз вы все равно хотите с ним быть, несмотря на то, что он, по сути, отказывается принимать вас такой, какая вы есть, и прежде чем говорить о том, вот, собственно, как достичь цели, которую вы обозначили в своем письме, прежде чем говорить об этом, мне бы хотелось немножечко вас спросить, вот вы пишете о том, что вы хотели расстаться с мужчиной, после встреч с ним, после того, как вы встречались с ним, вы захотели расстаться. А вот вы хотели расстаться, по какой причине с ним, что вас тогда спровоцировало на то, или лучше сказать, наверное, даже сподвигло на то, чтобы от него, чтобы от него уйти. Наверное, за какие-то качества вам его не нравятся, раз вы приняли решение расстаться. Ну, он вас удержал тем, что сделал предложение. То есть, получается, что брак для вас, это достаточно серьезное основание для того, чтобы быть с ним, с мужчиной. Просто, честно, только ради брака, ради статуса, ради штампа в паспорте и так далее. Ну, это, конечно, ваше желание. Если вы осознанно идете к тому, чтобы быть замужной женщиной, то никто не вправе вам в это вмешать. По крайней мере, я совершенно определенно считаю именно так. Но, понимаете как, это актуально для вас, только в том случае, если вы сами отдаете себя счет в том, что ваш мужчина, ну, практически полностью без инициативы. Плюс ко всему, совершенно не хочет вас принимать такой, какая вы есть и что-то делать для дома, для хозяйства и так далее. Соответственно, если вы это понимаете, и если вас это устраивает, то здесь все зависит от максимально возможных и приемлемых для вас средств. Как вам сказали, можно на однажды срок, то есть просто поставить, по сути, ультиматум. Так, что вот если он на вас не женится там в течение следующего года, то вы от него уходите, например. Можно и другой способ, чтобы через ребенка, но это, на мой взгляд, совсем кощунственно и воровство. Через ребенка добиваться того, чтобы мужчина взял вас в жилу. Тем не менее, если вы этого хотите, если у вас есть такое желание, то вам и в нем, в принципе, никто не вправе отказать. Другое дело, будете ли вы счастливы в этой ситуации, другое дело, будете ли вы, как бы, ну, получите ли вы то, что вам действительно нужно. Вот это вопрос. Потому что мужчина, очевидно, совершенно не спешит как-то удовлетворять ваши желания и потребности. Мужчина вообще, по моим впечатлениям, думает только о себе и ни о ком больше. Его даже не устраивает, что вы его подгоняете. И прежде чем принимает решение о постановке ультиматума, вы подумайте, а точнее попробуйте вспомнить, что вас изначально заставило от человека уйти, когда вот вы собирались от него уходить только. Попробуйте эти моменты для себя, как бы, воссоздать заново. Воспомнить, вспомнить, подумать, что же все-таки тогда вас не устраивало. Ну и главное спросить у себя, зачем вам брак? Что он вам даст по вашему мнению? Что он должен вам дать по вашему мнению? И вот, и это, дождь, вам нужно по самой для себя определить. А дальше уже ваш выбор. Хотите вы, чтобы связать, хотите вы того, чтобы связать свою жизнь с тем, кто не знает, что хочет? Право ваше. Но я думаю, что важно ведь, в первую очередь, то, чего вы хотите, и то, готов ли мужчина вам дать то, чего вы хотите. А мужчина вам давать этого не готов, и, соответственно, вопрос, даже ли вам такой мужчина? Ну, это уже, как бы, пища для размышлений больше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего доброго и удачи.